Центрифуга не для космонавтов, а для камней. Самых настоящих. Это тоже этап отбора. Лучшие станут асфальтом. Так в лаборатории Алтай-Автодора исследуют образцы щебня. Сета побольше, затем поменьше и в группы покрупности. Посредством рассева мы разделяем наш щебень на фракции. Фракция или размер определит, в какой именно слой асфальта лягут камни. В лабораторию везут образцы из 14 карьеров края. Каждый год камни разные. Качество зависит от глубины породы. Теперь нужно узнать, достоин ли камень дорожного призывания. Длинные плоские щебень забраковывают, объемно-кубовидные оставляют. При уплотнении смесей, в которые они потом в дальнейшем пойдут в асфальтобетоне, они не ломаются и хорошо уплотняются друг с другом. А вот и настоящее испытание. Щебень замачивают, так проверяют влияние на него воды, ссыпают в сосуд и под пресс. Слышите треск? Это значит, некоторые не выдержали пресса в 20 тонн. А это всего лишь обычный груженый самосвал. Наконец, еще один этап – холод. Минус 18 градусов и череда заморозок. И если испытуемый до сих пор не стерся и не потрескался, быть ему асфальтом. Такие испытания проходит весь материал. Требования к строительству дорог ужесточились, говорят специалисты. В приоритете камни поменьше, сцепление лучше. Прочно должна сделать дорогу и новая технология. Она позволяет нам улучшить качество грунта, который мы укладываем в основание дорожной одежды, защитить его от влаги. И, соответственно, дорога будет ровнее, будет держаться дольше. На моей дорожке будет? Удорожание будет незначительное и еще плюс идет экономия цемента. Возможно, эту технологию используют уже при строительстве дороги на Яровое, куда, как известно, ежегодно едут десятки тысяч туристов. Кстати, специалисты обещают контролировать и сами строительные работы. Это уже в летнее время. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.